По стопам легендарного Василия Ломаченко. Боксер из Белгород-Днестровского района стал чемпионом мира. Сам же турнир проходил в Сербии. В финальном бою Юрий Захареев одолел представителя России Вадима Мусаева. Таким образом, спортсмен из Одесской области стал седьмым чемпионом мира по боксу в истории независимой Украины. Поздравляли триумфатора в одном из боксерских клубов Одессы. Хочу сказать всем большое спасибо, кто смотрел мои бои, поддерживал. Также присоединюсь к словам тренера. Хочу поздравить тех, поблагодарить их за то, что они самостоятельно приехали, поддерживали меня. Было очень приятно, чувствовалась поддержка. Ну, на этом чемпионате мира мы не останавливаемся. Также будем продолжать дальше. Впереди у нас еще также будут Европы, чемпионат мира. И будем стараться завоевать цель зерна. Стоит отметить, что Юрий единственный украинский спортсмен, который на этом чемпионате мира смог дойти до полуфинала, финала и впоследствии одержать победу. Спортсмен рассказывает, что чувствовал огромную ответственность не только за свой результат, но и за результат страны. Все соперники были старше и высокого уровня. Были и олимпийские чемпионы, и чемпионы мира также. Было приятно выступать с этими спортсменами, набраться у них также опыта. Самый сложный бой, я считаю, это был казах. Это за выход в полуфинал. Он был выше, был неудобный, было тяжело его прочитать. Ну, благодаря тренерам, которые сидели в моем углу и также мне подсказывали, что правильно делать. Победа Юрия Захареева – это не только его личная победа, но и весомый результат для Федерации бокса Одесской области, а также для Федерации Белгороднестровского района, где юноша начал делать свои первые шаги в большой спорт. Это работа, вы знаете, не одного года. Я очень благодарен, в первую очередь, родителям, тренеру, действительно. Если они на правильный путь не поставили, Юре, этого не было. Сегодня мы все собрались. Для нас это большой праздник, радость. Это наша общая победа на чемпионате мира. Юра действительно показал историю независимости Украины. 19 лет такого не было. Поэтому мы все рады. Это для нас большой праздник. Надеемся, что в будущем мы дойдем до Олимпиады и добьем золото. В первую очередь, большую благодарность Халиду Мусаеву за то, что он действительно дал фантастический импульс к развитию бокса в Одесской области в целом. И я очень благодарен ему за то, что он пригласил меня войти в состав этой команды областной и сделать отдельную федерацию в Белгороднестровском районе, потому что у нас очень сильные традиции, сильные боксеры. И для этого требовалось создание отдельной федерации. Она находится в структуре федерации Одесской области. И, конечно же, очень мало людей, которые готовы на таком уровне так помогать безвозмездно спорту. За победу Юрию Захарееву федерация бокса Одесской области совсем скоро вручит ключи от нового автомобиля. Организаторы уверяют, что подобный формат должен мотивировать молодых спортсменов усердно работать. Сегодня федерация бокса Одесской области прилагает максимум усилий, чтобы развивать для спортсменов лучшие условия для всестороннего развития. А поддержка меценатов помогает получать достойные результаты в этом виде спорта. Игорь Исаенко, Константин Нищерет, телеканал «Репортер». Игорь Исаенко, Константин Нищерет, телеканал «Репортер». Продолжение следует...